Пить или не пить воду из-под крана? И почему живительная влага не всегда оживляет? Вода у нас вообще не водна никуда. Кружечку воды налью, поставлю, вот ночью бываю, устану попить. Утром устанешь, она вся ржавая. Дело труба, когда из нее вода забивает фильтры. Кто заплатит за эти ненужные добавки? Это вода техническая, но нас никто не услышал. Нас высчитывают как за чистую, стопроцентовую питьевую воду. Как направить воду в нужное русло? Чистые потоки – источник жизни. У нас в республике обеспечена стопроцентная доступность населения к питьевой воде. В то же время сохраняется проблема ее качества. Этот вопрос необходимо решить до 2025 года. Проведем экспертизу и выведем на чистую воду. Что пьют белорусы? Все образцы приходят по шифрованным номерам. Когда вода – на вес золота. Смотрите специальный проект на контроле президента прямо сейчас. Когда именно в этих краях начал бить святой родник, никто уже и не помнит. Но с конца 80-х это место стало достоянием здешних жителей. И в ближайшие годы уж точно к нему не зарастет народная тропа. Очереди из самых разных видов транспорта здесь нормальное явление. Приезжают подпитаться не только силой духовной. Для Березовского района, да и соседних регионов, это, пожалуй, не столько памятник природы, сколько источник чистой воды. Единственный источник. Почему столько воды родниковой? Ну, потому что вкусная. Как бы лучше пить со скважины чистенькую, с родника, чем водопроводную. На заготовке хорошо, для заката вот эта вода. Ее не выпадает остатки. Ну, я беру литров 40-50, ну, так на недели три хватает. От дома до этого родника нам ехать 15 километров. Как бы не очень близко, но другого выхода нет. Приходится ездить, чтобы пить чистую водичку. Маршрут Селец-Соколова для Виктории регулярный. Здесь бывает по несколько раз в месяц, и так на протяжении уже 7 лет. Шутит нашей съемочной группе, еще повезло. Приехали в будний день, в рабочее время. В выходные же пришлось бы час-второй простоять. По одному литру воды здесь берут разве что путники. Вот и на этот раз все емкости, которые были в доме у нашей героини, возвращаются наполненными оживительной влагой. На мое удивление, что этой воды едва ее семье хватит на неделю, Виктория приглашает нас зайти в дом. Увиденное в комментариях не нуждается. Душевой кабине всего 6 лет. А ржавчину, не то что чистящее средство, не берет ее и ножом не снять. Виктория представлять даже не хочет, как она и ее дети пьют воду из-под крана. Мы ею только пользуемся по хозяйству. Белое носим крайне редко. Беленький пододеяльничек был, беленькое полотенце было. И вот оно такого вида. И вот для сравнения вот я вам открою просто беленькое. А дальше экскурсия на кухню. Посудомоечную машину включают лишь в случае крайней необходимости. Фильтры не выдерживают. Предпочтение в этом доме – посуде черного цвета. Хотя на первый взгляд проблемы вовсе не существует. Вода из-под крана идеально прозрачная. Вот это та самая вода, которую мы набираем со своей склажины. Постоявши. Она, когда набирается чистенько, потом постоит. Запаха у нее нет, вкуса у нее, привкуса никакого нет. Но у нее есть вот такой вот осадок. Особенно видно вот здесь. То есть вот здесь прямо частицы, таких вот, каких-то примесей частицы. Вы анализы? Да. У нас есть анализы воды. То есть здесь проблемы с чем? Мутность. Мутность. И количество железа. Если допустимая норма железа 0,3, то она у нас по факту 5,2. Живет Виктория на главной улице поселка. Всего на ней порядка 200 домов. У каждого или колодца, или скважины хотят до городских труб рукой подать. Уже несколько лет здесь ждут, что местные власти свое обещание выполнят и подключат их к централизованной системе водоснабжения. Забегая вперед, скажу, да, о них помнят. На бумаге название Соколова лично видели с пометкой 2020 год. Но будут ли местные после довольны качеством новой воды? Проблема у вас с водой, это ой-ой-ой. Мы когда-то, знаете, что ездили на болото, все нас заготовляли. Мы пили там воду из болота. Она была вкуснее в сто раз, чем сегодняшняя. Эта вода шлипкая. Вода из болота, конечно, не выход из ситуации. Именно поэтому, увидев машину съемочной группы агентства теленовостей, жители поселка Кабаки снова обрели надежду, что чистая вода у них все же будет. Агрогородок уже давно подключен к централизованной системе. Но это не спасает сельчан от ржавчины. Я последних где-то 15 лет здесь в совхозе проработал сварщиком. Когда-то у нас на центральном водопроводе, в Кабаках здесь, порвало трубу. Лопнула труба. Раскопали. Вот, вместе в одной бригаде работали. Потом после этой, не отмыть ни руки, ни одежу, и сразу выбрасывать. Потому что невозможно. Она вся ржавая там, а там вообще в трубах. Мы и собрание проводили, и из ЖКХ проезжали. Это вода техническая, но нас никто не услышал. Нас высчитывают как за чистую, стопроцентную питьевую воду. Нормально? Чай я бы не пила. Ну, а куда нам деваться? А пока выручают тот же путь на селец. Правда, на велосипеде много не увезешь. Это было набрано вечером. Это сегодня утром. И вот, пожалуйста, вот эта селецка родника. Недели две или три назад я ее привез. Потому что я уже лет 20 за ней езжу, за этой водой. У ванной помоешься, и ноги чешутся, и все чешется. Это был, пожалуй, самый ароматный, в кавычках, съемочный день нашей группы. Местные жители с этой водой живут десятилетия. Запах не впечатляет. Сколько проблем есть? Почему не решаете проблему? Ответ, указания оттуда не было. Решать ничего я не буду. Все ждут. И вот это много. Нам такого указания не было. А то, что обратился человек, это... Мы тоже обратимся, узнаем, что они... Обратиться за комментарием решаем к местным депутатам. Им доверились все жители, поставив галочку в бюллетенях напротив их фамилий год назад в надежде на решение своих проблем. Председатель районного совета о наболевшем знает, для всей Брещины характерно превышение железа в питьевой воде. Увы, особенность земель. Березовский район не исключение. На территории Березовского района, в населенных пунктах, имеется 43 хозяйственных питьевых водопроводов. И только в двух населенных пунктах нормы не превышает по железу. Мы определились с руководством райисполкома, с руководством ЖКХ, идти двумя путями. Первое – это подключать ближайшие населенные пункты, которые находятся возле Березы, Белозерска, уже существующим нашим водозабором. Второй путь – это строительство станции без железования. Сегодня сложно представить, что еще в начале 2000-х даже в крупных городах страны о качественной питьевой воде приходилось лишь мечтать. Благодаря государственной программе многие из этих вопросов там свою злободневность утратили. Поручение главы государства дойти до самых отдаленных и малых деревенья, обеспечить водой без посторонних примесей каждого белоруса. У нас в республике обеспечена стопроцентная доступность населения к питьевой воде. В то же время сохраняется проблема ее качества. 26% проб воды в Гомельске и Могилевской областях не соответствуют требованиям нормативов по содержанию железа. Обеспеченность станциями обезжелезивания по республике – 42%. Этот вопрос необходимо решить до 2025 года. И совсем недопустимо то, что некоторые регионы не имеют очистных сооружений. И до сих пор все нечистоты собираются на полях фильтрации. Не буду долго распространяться в этом вопросе. Есть самые современные формы очистки – внедряйте. Эту проблему надо решать было вчера. Поэтому сегодня незамедлительно надо решить эти вопросы. Используйте передовой мировой опыт, науку привлекайте, ищите источники финансирования и действуйте. Так в 2018-м ввели в строй 41 станцию обезжелезования. За 6 лет планируют построить еще 1400. 500 из них возведут за ближайшие полтора года. Это 50 миллионов долларов из бюджета. В 2019-м проблему обещают решить и в Кабаках. Мы с вами находимся на одном из планируемых участков строительства станции обезжелезения, которые в нашем районе планируются в этом году построить 4 штуки. Планируется Междулесье, деревня Борки и деревня Варимиль. Деревня Кабаке будет очищать 77 метров кубических суток. Производительность нашей станции. Этого достаточно для деревни? Да, Кабаке. Этой новостью больше всего в поселке обрадовались местные мамы и воспитатели детского сада. О планах властей они узнали от нашей съемочной группы и теперь с нетерпением ждут осени. К этому времени станцию обещают запустить в работу. У жителей поселка Салтановка недоверия к своей воде не меньше. Ее здесь используют разве что для мытья посуды. Даже палит цветы на подоконнике не решаются. Была, как говорится, некачественная, да не вонючая. А сейчас вообще вонючая. Чем пахнет? Ну вот нюхните, не бойтесь. Пластиковая бутылина весь золото к пяти часам вечера. Все наготове, ведь во двор чистую воду привезут. Кто не успел, тот, как говорится, без воды как минимум до завтра. И так каждый день уже два года. Сначала не возили, а потом начали кричать, что же нам делать? Пить же чем? Что вы настраиваете тут? Ну, начали вот возить водичку. У нас была очень хорошая вода, как родниковая. И через определенное время, ну вот вода начала желтеть, вкус начал теряться. Ну и со временем вот она все вот хуже, хуже. За годы проблему власти так и не решили. Местные жители присланные ответы называют отписками и уже открыто смеются. Проблемы с качеством воды в Могилевском районе у каждого третьего. В райисполкоме с Алтановцем пообещали чистую воду в этом году. Подождем. Тут завершается реконструкция водоснабжения. На очереди, говорят, и другие поселки. Агрогородок Мосток, агрогородок Вендорож и агрогородок Дашковка. Частично уже закуплено оборудование. При реализации всех запланированных мероприятий процент обеспечения по предварительным расчетам составит уже порядка 72%. Да, буквально в каждом регионе Беларуси похожих ситуаций предостаточно. В основном уже в небольших поселках. Но и там вскоре должны напрочь забыть об этих проблемах. Срок до 2025-го. На Грудничине и вовсе обещают успеть за три года. Программа «Чистая вода» государственного масштаба. Для ее реализации подключили все силы и все источники финансирования, в том числе и международные кредиты. На стадии уже подписания инвестиционный контракт, финансирование за счет средств Европейского банка реконструкции и развития. Это 80 станций обезжирения в Витебской области. Также проводятся переговоры с Международным банком реконструкции и развития. Тоже уже практически на стадии подписания контракта на строительство не только сетей водоснабжения и станций обезжирения, но и в том числе и очистных сооружений. Вопрос бесспорно требует подхода комплексного, ведь вода, прошедшая дорогостоящую процедуру очистки и подготовки, такой же чистой к потребителю доходит не всегда. Повторно загрязняется и продуктами коррозии, и вредными веществами, а часть и вовсе уходит в землю. От этого и сверхнормативные потери воды. Некоторые умники в регионах пытаются эти потери включить в себестоимость, взимая деньги из населения и из бюджета. От этого же страдает и качество самой воды. Так что эту проблему тоже ставьте для себя как приоритетную. Подсчитали. Ежегодно необходимо менять не менее 3% сетей водоснабжения, которым уже более 30 лет. Почти 400 километров новых труб по всей стране обещают проложить в этом году. В первую очередь на тех участках, где изношенность труб чревата авариями. Все чаще смотрят в сторону полиэтилена. Говорят, такие сети долговечнее, более 50 лет в работе, экономичнее и безопаснее. Есть такая определенная проблема, это вторичное загрязнение, так называемое, когда производят смыв отложений. Полиэтиленовая труба, это практически полностью этот момент исключает. Казалось бы, до столицы рукой подать 26 километров. Но и тут вопрос с чистой водой все еще с повестки не снят. Директор водоканала Минского района объясняет, 70 километров сетей. Вода набирает железо, которое содержится в трубах в виде отложений. В одной из серий на контроле президента в минувшем году директор анонсировал, что частично для города этот вопрос будет снят в 2019-м. Сегодня проводят нам экскурсию. Это станция без железования, которую в городе Заславле нам очень помогли поставить Академию наук и Институт по материаловедению. Они, когда у нас возникла проблема, реконструируют все водное хозяйство города Заславля. Мы пошли по пути, крупный водозабор, самый центральный, до конца года, там полномасштабный проект разрабатывается. Мы планируем в августе уже приступить непосредственно к реализации технической. А три системы локальные, которые в разных концах города, мы реализовали за счет малых локальных станций. Это экспериментальный проект. Мобильная станция без железования от и до белорусская разработка. Планируют пустить в промышленное производство. Вариант для отдаленных районов города и для небольших поселков. Образец, который здесь, обошелся примерно в 130 тысяч белорусских рублей. То, что сделали мы, нам позволило удешевить это в три раза. А после, уже в частной беседе, директор признается мотиватором ускорить работу под кодовым названием «Чистая вода». Для него лично стало Министерство ЖКХ. И очень непопулярная для отраслевых организаций инициатива, которую в правительстве, напротив, поддержали. С этого года в код пошли экономические рычаги. Предусматривают скидки с тарифа, если в какой-то период времени вода потребителей поставлялась некачественно. То есть это постепенное увеличение этой скидки. Это в 2019-2020 году 10%, в 2021-2022 году 15% и до 30%. Более того, сейчас в палате представителей рассмотрят закон о защите прав потребителей. Жилищно-коммунальных услуг принят в первом чтении. Будут определены более жесткие, наверное, требования. Ожидают, что к осенней сессии документ уже будет готов в окончательном варианте. Воду из Центрального водоснабжения проверяют ежедневно и по несколько раз. На станциях обезжелезывания, на водозаборах, в специальных лабораториях вопрос под пристальным контролем. В пору популярности здорового образа жизни все чаще белорусы и самостоятельно обращаются в санэпидслужбы. Мы не знаем, с какого района к нам приходит вода, кто заказчик. Единственное, что указывается в направлении, в программе, когда приходит проба в лабораторию, это откуда источник воды. Скважина, либо открытая централизованная, не централизованная колодка. Все образцы приходят под шифрованными номерами. В основном сутки двое максимум. Если нет необходимости более сложных элементов определения, токсичные элементы либо пестициды, тогда занимают аппетит. Вода чище становится. Возможно, система очистки улучшается. Нет централизованного водоснабжения. К сожалению, у нас железо, барий, нитраты. Это все присутствует. Увеличивается? Нет, не увеличивается. На нитраты чаще проверяют воду из колодца, нежели из крана. Народный способ – на вкус. Говорят, если хочется еще и еще стаканчик отведать, значит, в ней есть добавки. Нитраты для здоровья, увы, чреваты. В отличие от железа, которое для воды из-под крана сегодня главная проблема белорусов. На состояние здоровья не скажется, потому что токсическим эффектом соединения железа не обладают. Но при этом они ухлечают органолитические свойства, на что и жалуются население. Привкус, запах, цветность воды и ее мутность. А вот пробы на бактерии за 10 лет положительными были лишь менее чем в одном проценте. Допустимый предел в мире в пять раз выше. По итогам прошлого года самая грязная вода из-под крана, но тоже в рамках разумного, текла в Могилевской области. Меньше всего пришлось волноваться минчанам. Но независимо от региона, питьевая вода в Беларуси безопасна, говорят докторам. Ее можно пить без риска для здоровья, даже без кипячения. Соответствует мировым стандартам. К слову, в ближайшее время анонсируют местные нормы, ужесточат еще больше. В рамках реализации декрета президента номер 7 о развитии предпринимательства подготовлен проект нового гигиенического норматива, в котором пересмотрен ряд показателей. Будут ужесточены нормы по содержанию тяжелых металлов. Водозабор Вицковщина. Отсюда чистая вода поступает на юг столицы. Серебрянка, Чижовка, Лошица, Шабаны. Нормы по железу и марганцу после возведения здесь станции обезжелезования соответствуют даже более жестким требованиям. Неочищенная вода поступает из скважи по вот этому водоводу. Далее вода поступает на фильтра. У нас на станции 8 фильтров. Фильтр состоит из трех слоев. Это такие же фильтры, как и у нас, стоят на кухне, только намного-намного больше. В процессе фильтрования вода проходит сверху вниз. И по вот этому трубопроводу уже поступает в резервуар чистой воды. Это самая современная станция, которая обеспечивает чистую воду минчанам. 30 тысяч кубометров в сутки. Воду из артезианских скважин здесь добывают с конца 70-х. Но лишь три года назад удалось избавиться от примесей. Можно посмотреть специально к каждому приезду. Мы вот отобрали воду, которую мы добываем. Из земли, артезианская вода. Но если эта вода немножко постоит, совсем немножко, может быть там 20-30 минут, это что происходит в трубе в кране? Эта же вода уже становится вот такой. Мы видим, уже она становится желтая. А если еще чуть-чуть пройдет немножко времени, появится и осада. И вот из этой вот прозрачной воды, на этой станции безжелезья, на которой мы с вами сейчас находимся, мы извлекаем вот такой вот шлам. То есть вот это одна и та же вода, по сути? Ну, это то, что мы извлечем из вот этой воды в процессе очистки. И когда мы уже эту воду отстоим и уберем, то на захоронение уйдет вот это вот железо и марганец, который содержится в артезианской воде. И уже потребителю пойдет ничем не отличающийся по внешнему виду, но абсолютно отличающийся по содержанию, полностью очищенная и готовая к употреблению артезианская вода без железа и без марганца. Но прежде для полной уверенности обязательное ультрафиолетовое обеззараживание. И только теперь эта вода начнет путь к потребителю. Ежедневный маршрут порядка 40 километров. Ну что, я думаю, мы готовы попробовать очищенную воду. Ну, с удовольствием, да. Вот эта вода уже уйдет потребителю. Поэтому давайте я вам предложу, чтобы вы не переживали, я сделаю такой же контрольный замер. Мы все видим, она такая же прозрачная, такая же холодная. Она абсолютно чистая, абсолютно безопасная. Более того, я вам скажу, что по своему химическому составу, по железу и марганцу, она в три раза лучше, чем допускается санитарными нормами. Не могу сказать, что она имеет какие-то привкусы, но, наверное, это хорошо, да? Конечно, это хорошо, потому что все мы говорим, вот, вкусная вода, приезжаем в деревню к бабушке и так далее. Надо помнить, что тот вкус, который нам нравится в деревне у бабушки, зачастую это те нитраты, которые как раз-таки не очень полезны. А эта вода и безопасна, и что самое главное, по своей физиологической полноценности, в общем-то, для организма человека, можно сказать, даже и полезна. То есть, и однозначно здесь дополнительные фильтры устанавливать уже никакие в квартире потребители не нужно? Однозначно. Столица ежедневно получает порядка полумиллиона кубометров питьевой воды. Сегодня ее система водоснабжения питается из 11 крупных артезианских водозаборов и одного поверхностного источника. Примерно треть минчан пьют воду из Вилейского водохранилища. Единственная в республике, ведь вся страна уже переведена на подземные источники. Этот сложный технологический процесс организовали более 40 лет назад. Вода в столицу поступает по каналу. На пути шесть насосных станций. Это первая точка маршрута. Далее ее поднимут вверх на 75 метров. Часть уйдет на резервное водохранилище. Здесь запас воды на 100 суток. Второй поток – это наше знаменитое Минское море, Дрозды, река Свислыч. Да, маршрут вовсе непростой. Но пока единственный, чтобы доставить воду в два района столицы. И тут без дополнительного контроля никак. В хозяйственно-питьевую систему города обязательно вода попадает после обработки хлором. Вскоре ее заменят на гипохлорид. Обещают привкус и запах отчасти уйдут. А к 2025-му должны и вовсе забыть о проблеме питья воды из рек и озер. Мероприятие будет достаточно сложное технически, экономически. Мы видим водозаборы Южной Группы. Вот сегодня мы находимся здесь. Здесь необходимо перебурить и добурить еще практически 90 артезианских скважин. Надо сказать, что забирать воду нам придется с глубины практически 250-300 метров. Это самый глубокий горизонт. Потому что других запасов у нас сегодня нет. После этого вода будет подаваться в район Чижовки и уже перекачиваться в мощнейшие насосные станции. Это будет самая крупная насосная станция Щемыслица на очистную водопроводную станцию. Уже современная станция отдаваться в город Минск. В ближайшее время уже займутся проектной документацией. На строительство и запуск уйдет не один год. Пока же в лаборатории советуют хлорированную воду отстаивать полчаса. И тогда неприятный запах испарится. А пить ее полностью безопасно и без этого. Как и в целом воду, которая течет из кранов белорусов. Позавидовать этому факту могут как минимум 2 миллиарда людей на Земле, кто доступа к безопасной живительной влаге вовсе не имеет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok